Микс Ньюз. Утро на Болткове. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сегодня у нас с утра мэр Риги Олег Буров, лидер фактически списка «Честь служить Риге». Доброе утро. Доброе утро. Вот мы знаем, что произошло в минувший четверг. В принципе, это ожидаемое решение. Сеймовское большинство поддержало закон о распуске Рижской Думы. Но теперь мы ждем две вещи, видимо, уже технические, когда президент повозгласит этот закон и когда он вступит в силу. Понятно, что тяжелое время для всех рижских депутатов, для вас как руководителя города особенно. Мы знаем, что как-то хоть решить проблему с отсутствием бюджета на текущий год. Вы даже издали распоряжение, которое помогает решить целый ряд вопросов социальной поддержки определенных категорий работников, прежде всего социальных работников, воспитателей детских садов. Вот, может быть, об этом распоряжении, почему вы его издали, и в какой ситуации вы, если так можно сказать, оставляете город или передаете временной администрации? Потом еще чуть-чуть об этом тоже поговорим. В первую очередь, хотел сказать, что прозвучало очень много вопросов, комментариев, что то, что происходит с распуском Думы, это впервые за историю города, что это войдет в историю. Я думаю, не нужно устраивать из этого трагедию. Я, будучи мэром города, из этого трагедии не устраиваю. Не думаю, что это нужно делать другим. Не получилось сейчас с депутатом работать в сообщении, получилось работать в коалиции. Не хватило, несмотря ни на все как-то неудивительно, политического опыта, политической выдержки. И, ну, получилось так, как получилось, поэтому сейчас не нужно еще раз устраивать из этого трагедию. Нужно двигаться вперед. Или бы выборы были в 21-м году, в июне, но пройдут весной 20-го года. Да, там до выборов, в принципе, оставалось бы год. Однозначно, что было бы неправильно распустить Думу и избираться до лета 21-го года. Тогда бы ничего никто не сделал, только были бы одни пустые обещания перед выборами и потом уже предвыборная программа на следующий созыв. Поэтому выборы в этой ситуации на 5 лет – это решение правильное. За 5 лет, конечно, можно много что сделать, но об этом мы поговорим попозже. В этой ситуации, в абсолютном праве, я считаю, что нужно передать администратору на эти 2 месяца Думу. Все нужно сделать вполне достойно, условно говоря, не взрывать мосты, не оставлять город весь в таком состоянии, что потом администратор схватится за голову и будет думать, что и как делать. Но мы же не знаем позицию администратора. Примет ли он сразу же бюджет? У него, я хочу напомнить, полномочия Рижской Думы. Он может делать то, три администратора, что делают все 60 депутатов. У них большие полномочия. Но надо понять, чисто по-человечески, люди, которые только что пришли, они смотрят для них многие процессы, непонятно, они их должны перепроверять. Они не знают структуры исполнительной власти, они не знают конкретно, кто, зачем стоит, за какими документами. Вопрос доверия здесь очень серьезный. И поэтому, если, не дай бог, процесс принятия бюджета затянется, а потом новые думы, ну тогда получается, что мы вообще бюджет не можем принять в течение больше, чем полугода. Поэтому я издал распоряжение, по которому я реально, ну скажем так, легализую проект бюджета, который был подготовлен и рассмотрен бюджетной комиссией. Что это значит? Фактически по закону Рига может работать по одной двенадцатой части предыдущего года. Расходная часть... Одной двенадцатой в месяц. Да, одной двенадцатой в месяц. Расходная часть бюджета девятнадцатого года – миллиард пятьдесят миллионов. Она фактически совпадает с расходной частью бюджета этого года. Это миллиард шестьдесят три миллиона. Поэтому можно работать по одной двенадцатой части, но это не значит, что конкретно там, например, департамент образования смотрит одну свою двенадцатую часть и не может там потратить... Да, то есть там можно варьировать. Не больше, да. Это все контролирует финансовый департамент. В рамках всех денег они готовят финансовый план. Поэтому здесь ничего страшного нет. Абсолютно верно. Вначале денег тратится меньше, потому что меньше происходит строительных работ. Все оплаты по всем выполненным строительным работам, естественно, происходят во второй половине года. Отремонтируют школы, детские сады, дороги. Все эти оплаты пойдут в основном сентябрь, сентябрь, октябрь. Сейчас будет процентов меньше выплаты. Поэтому здесь все это будет происходить нормально. Конечно, к любому делу нужно подходить творчески. В данном случае здесь такой же подход. Но и по этому распоряжению, это может быть для многих других было неожиданно, но подняты тоже зарплаты. Почему? Потому что зарплаты всегда платились, да. И поэтому эти деньги были запланированы в бюджете. И зарплаты будут подняты воспитателям детских садов. Для нас это очень важно, потому что порядка 77 вакансий в детских садах это трудно и не хватает. Особенно если еще идет какая-то там, ну, больше эпидемия, скажем, вируса, да, и люди, персонал болеет, то тогда вообще работать некому. Ну и чтобы Рига была больше конкурентно способна с районами, которые около Риги, потому что туда уезжают воспитатели детских садов работать, это решение было принято. На 100 евро поднять зарплату воспитателям детских садов. Примерно на 100 евро в среднем поднимается зарплата нянечкам в пансионатах. Тяжелая работа, да. Тяжелая работа, да, социальных, да. Поэтому там тоже поднимается. Есть еще поднимается зарплата до 10% медиков. Медикам в образовательных учреждениях в одной категории 8%, в другой специальные школы или детские сады тогда там поднимается на 10%. Ну и кроме того, очень много других вещей, связанных с улучшением инфраструктуры, те же самые дороги, мосты, ремонтные работы в детских садиках и школах. Я хочу здесь сказать только одну фразу. Мы пообещали, и сейчас можно говорить, что это не будут просто обещания. 100% это будет сделано. К 1 сентября этого года будет новых 560 мест в детских садах. Естественно, для того, чтобы они были созданы, сейчас вовсю ремонтируется помещение. А есть такие свободные помещения? Или это уже действующие школьные учреждения? Это один детский сад, который освободила частная школа в Золитуде. И там можно открыть детский сад на 230 мест. Это после оптимизации школ будет вместо 5-й специальной школы открыть детский сад на улице Стокгольмс в Межапарке. Это еще тоже в ходе оптимизации городских функций появляется пустой детский сад на улице Мотору. Это Илгуцемс, все правильно. Клана против 54-й школы, там тоже будет открыт детский сад. И еще один детский сад, детская группа будет открыта в 80-й школе. Три группы. То есть, в общем, это все, если сосчитать, составляет 560 мест. Поэтому вот это будет сделано. Что дальше? Естественно, бюджет нужно будет утвердить. Но дальше вы поймите. Но вряд ли администратор, который придет, или новые депутаты скажут, нет, на 100 евро повысить зарплату воспитателям это слишком много, давайте поменяем, а будет 50. Но мы понимаем, что этого не будет. Поэтому сейчас фактически вот это мое распоряжение – это база для работы в этом году. На что еще запланированы деньги, но они не вошли в это распоряжение. Потому что речь шла, что абсолютно новые проекты, они не могут быть включены. Например, у нас было запланировано, у нас есть деньги на то, чтобы поднять пособие при рождении ребенка со 150 евро на 250, то бишь увеличивать его на 100 евро. Для этого нужно постановление Думы. Поскольку Дума никак не может собраться, и нет кворума, и сейчас и депутаты от оппозиции отказывались прийти на заседание Думы. То есть это, конечно, я бы очень хотел, и об этом буду говорить с администратором, чтобы они подписали вот этот документ, равнозначный постановлению Думы, и тогда с того же дня можно сразу же поднимать вот это единовременное пособие. Есть еще деньги, запланированные на, ну скажем, очищение территорий, восстановление территорий, где появились несанкционированные свалки. В основном это в лесах городских. На это выделено 300 тысяч, это тоже можно делать. Единственный пункт в этом распоряжении, где говорится, что можно начинать новые программы, которых не было в прошлом году, это праздник песни школьников, потому что праздника песни школьников в прошлом году не было. Нельзя здесь ждать и тянуть резину, потому что надо организовать. Это связано с какими-то, ну, конечно, с финансированием транспорта, питание детей, размещение их, ну и прочими-прочими всеми мероприятиями, потому что в июле пройдет, в начале июля пройдет праздник песни школьников. Ну и вот здесь тоже, опять же, творческий, подойдя к этому вопросу, я сказал коллегам, что обычно у нас школьники во время праздника песни собираются в одном из парков Риги, это эспланада, а учитывая то, в каком он состоянии находится, и мы хотели его восстанавливать, то это относится к тому, что это уже не новая программа, это обязательно праздник песни. То есть, все-таки, главное со всей ситуацией найти какой-то выход, он найден, и вот сейчас, ну, сегодня понедельник, но коллеги, это департамент жилища и среды, они все готовят, им помогает департамент имущества, будут заменены дорожки, те, которые находятся, ну, та часть, которая около художественного музея, она уже была реконструирована, вся остальная часть будет заменена дорожки, покрытия, будут новые скамейки, урны, будет новая игровая площадка, может быть, какие-то отдельные элементы, они будут на одних дорожках для, ну, скажем, скейтбордистов, вот для этих трюковых самокатов, да, вот это тоже будет, да, но и одновременно сейчас происходит восстановление фонтанов, то есть, я думаю, что всех денег, которые выделены, хватит на то, чтобы, мы могли сказать, эспланада полностью сделана, потому что там сейчас дорожки находятся в крайнем плохом состоянии. Вот такой вопрос, который, наверное, вам часто задают Рижане, понятно, что вы раньше работали еще до того, как избраны были в эту думу директора департата имущества, с дороги не отвечали, потом были председателем комитета, который тоже с дороги не отвечает, это виднее другого комитета и департамента, тем не менее, вот сейчас, наверное, вас Рижане спрашивают, почему так произошло, что дороги и мосты, вот разом выяснилось, что они в плохом состоянии. Одни депутаты говорят о том, что, ну, вы знаете, что дорожный налог, который мы все, по крайней мере, автомобилисты платим, на дороге не идет или идет очень минимальным количеством, что это не хватка денег, это неправильная организация. Я, на самом деле, давно работаю в Думе, но я отвечал за здание, за нежилой фонд, и мне не стыдно то, что я делал за эти годы, да, я могу этим, можно так сказать, гордиться, но я все время думал, а почему же вот такой дисбаланс, да, между ремонтированными школами, садами и театрами, музеями, одновременно нашими дорогами, что мы едем к отремонтированному театру по таким дорогам, да. И, в принципе, когда я уже начал или исполнять обязанности мэра, работать мэром, я посмотрел, но меня, так скажем, если поставить всему этому диагнозу, у меня диагноз следующий, что это неправильное планирование было, может быть, политизированное, потому что руководство Думы говорит, например, руководство департамента, мы хотим отремонтировать эту и эту улицу, все правильно, да, это было сказано, выделены деньги на строительство, департамент не возражает, деньги выделяют. Почему не возражают? Возразить надо было, потому что нет проекта. Потом берется, ищутся деньги на проект, происходит проектирование, проектирование два года, деньги не освоены. В следующий год уже какие-то опять другие приоритеты, появились другие улицы, опять эти улицы записываются в книжечку, опять что-то происходит. Потом одна из таких, ну, я не хочу, так скажем, загружать, в понедельник с утра такой технической информации, но вот очень ярко выраженный пример, это Дегловский мост, Брасовский мост, это безобразие, которое видят рижане, которое на себе чувствует, особенно те рижане, которые ездят на работу, отвозят детей в школу, как было с Брасовским мостом. Без технического обследования, то есть без установки диагноза, что с этим мостом, был разработан проект, проект был очень такой скромный, маленький, простой, да, и, ну, те, кто понимает строительство, проект стоил 30 тысяч, а ремонтной работы 10 миллионов, это абсолютно нехарактерная пропорция для любого проектирования строительства. То есть проект был совершенно… Проект был такой очень формальный проект, да, и появилось в том, что этот мост за 10 миллионов нужно так, ну, скажем, подремонтировать, подремонтировать. Да, кое-где подмазать, кое-где подкрасить. Ну, воистину, потому что потом оказалось, никто не посмотрел, что основы, например, эти моста, да, они там уже не бетон, там фактически песок, надо смотреть, что там металл уже весь давно поржавел, прогнил, да. И очень много вот таких моментов. То есть фактически нужен пап ремонт, правильно, говоря простым? Нужна полная реконструкция, такой мост, как Брасовский мост, его нужен снос и строительство нового моста, потому что это гораздо легче. А тут появилось так, ну, как в народе говорят, выгросить и выбросить, да, и это все стоит, радость, 10 миллионов. То есть это на самом деле, ну, извините за громкие слова, но это такой криминальный, абсолютно криминальные действия, криминальный подход к абсолютно хозяйственным вещам, да. И даже такая, ну, скажем, мелочь, да, что по этому мосту после ремонта не мог идти четырехсекционный большой низкопольный трамвай, потому что его вес 82 тонны, а мост не выдерживал такой вес. То есть он даже не может выйти. Так что за ремонт? Если сейчас, ну, вот такое было. Поэтому это все было остановлено, была определенная дискуссия, что же делать с этим мостом, решение принято, и на сегодняшний момент происходит проектирование нового моста. То есть, да, это реконструкция, но по существу это будет новый мост. Что будет, я могу сказать, где-то буквально скоро в марте, в начале марта, вот в четверг я буду на собрании, я тогда буду знать конкретно на собрании на Баравсовском мосту, но, в принципе, речь шла о том, пару недель тому назад, что в марте должна быть снесена та левая часть моста, когда мы едем из центра, из центра левая часть моста, разрабатывается проект, проект должен быть закончен в начале июня, и тогда вот вместо снесенной части моста там будет строиться новый мост. На это уйдет один строительный сезон. В следующем году будет снесена правая часть моста, и тоже будет новый мост. Соответственно, трамвай будет перенесен, рельсы в другое место. Вот такое, в принципе, решение. То есть, за год можно в порядке... За год одна часть, два другая, то есть, это, в принципе, два строительных сезона. Если это все начнется вот так, как мы с вами сейчас говорим, с начала лета 2020 года, то тогда в 2022 году где-нибудь, ну, скажем, в 1 сентября, потому что 1 сентября движение, конечно, нагрузка гораздо увеличится, мост будет полностью сделан. Сейчас я не могу сказать, сколько это стоит. Я думаю, что примерные расчеты появятся в течение ближайших недель. Но будет ли это... Я не думаю, что это будет вместо 10 миллионов 20 миллионов, потому что эти 10 миллионов, ну, мягко выражаясь, не планировалось использовать по-хозяйски. Главное, чтобы все процессы, что я сейчас контролирую, меня больше всего беспокоит. Они были на самом деле прозрачны, понятны, понятны заказчику, департаменту сообщения. Вот такая ситуация. Похожа ситуация с Дегловским мостом, где европейские деньги, где запланировали ремонт самого моста, а все колонны просто забыли обследовать, и они посмотрели. Поэтому такие вещи надо исключать. То же самое. В прошлом году, например, будучи у вас в студии, я говорил, да, мы сделаем ремонт Чака и Мариес. Мне эту информацию, ну, как тогда я был вице-мэр, исполнял потом обязанности мэра, вот как новому начальнику давал департамент сообщения. Потом, вникнув во все это, я понял, нет, невозможно было ремонтировать в 2019 году Чака и Мариес, потому что проект только сейчас заканчивается. Тогда еще проекта не было. Поэтому у меня возникает, ну, это элементарная вещь, ну, зачем было выделять деньги на строительство, когда нет проекта. Вот сейчас, на самом деле, проект закончен, и я делаю все, я все время говорю на эту тему с руководством департамента, сообщение с заказчиками этого проекта, что они должны в начале июня уже начать строительные работы. Поэтому неправильное планирование. Поскольку у нас еще предвыборная кампания в стране не началась, могу вас спросить, я думаю, никто не осудит, все-таки понятно, что выборы, вероятно, все-таки 25 апреля будут именно 25 апреля. Что, на ваш взгляд, нужно сделать иначе? Вот если так вот, ну, не с белого листа это было бы неправильно. Где вы видите, что вот должны быть какие-то по-другому расставлены приоритеты? Или, может быть, то, что вы очень хотели успеть, но в силу ряда объективных причин, ну, кое-мостов вы уже сказали, вот не удалось сделать? Мосты мы ушли в детали, да. Я думаю, что, в принципе, конечно, нужно больше организовать дисциплину исполнительскую. Она должна быть на более высоком уровне. Вы имеете в виду чиновников городского? Да, я говорю исполнительной власти. Она должна быть на более высоком уровне. Не должно быть никаких сюрпризов ни с дорогами, как вы говорили, ни с мостами, ни с фонтанами, которые неожиданно, там исторические фонтаны покрываются, там, плиткой абсолютно не характерной для исторического центра города. Тот же план развития города должно быть очень много. Ну, посмотрите, например, Департамент развития, европейские деньги выделены на восстановление района Сканстас. Больше полгода они объявляют, заказчики объявляют конкурс на ремонтные работы, постоянно получают, начиная с июля, жалобы по правилам конкурса, отменяют, объявляют новый конкурс, и сейчас очередные жалобы. Я хочу сказать, что так мы, скорее всего, больше полгода ничего не происходят, но возникает вопрос, но это вообще вопрос, который нужно решать, наверное, правоохранительным организациям, что же такое делается, почему такое влияние происходит, в том числе, я думаю, со стороны политической власти, на то, чтобы этот конкурс был объявлен в каком-то определенном виде. Для меня это элементарные вещи, объявите конкурс, ну, на самом деле, включите все правила, ну, объявляйте его по-честному, да, а когда все время жалобы, эти жалобы признаются правильными, да, ну, вот эта вся сага, я уже думал, что, может быть, вообще поменять заказчика, да, причем я не могу сказать, что те люди, которые объявляют этот конкурс, они виноваты. Виноваты давления каких-то там бойцов невидимого фронта, которые на них оказываются, да. Вот для меня это вообще вещь непонятная, по-моему, сейчас в 21 веке, ну, по-моему, те люди просто на календарь не смотрят, который год сейчас на календаре, это не лихие 90-е годы, да. Но это опять в частности, если мы говорим о главном, нужно, естественно, улучшить отношения с государством, и здесь зависит от двух сторон, как от государства, так, конечно, от Рижской думы. Самый главный проект, который в повестке дня следующей думы, на следующие пять лет, это Раэл-Балтик. Это самый большой серьезный проект, потому что на сегодня... Это государственный проект, но, друзья мои, он проходит через наш город. Если это будет в ходе государственный проект, железнодорожная ветка через город, то это будет хуже, ну, то есть фраза хотели, как лучше получилось, как всегда, это будет еще хуже, да. Нам его нужно рассматривать как проект развития, раз уж на самом деле Евросоюз выделил большие деньги балтийским странам на строительство вот этой железнодорожной инфраструктуры. Раз на все это выделено, так нужно, конечно, использоваться вот этой исторической возможностью и улучшить центр города, так же и другие районы. Потому что, ну, например, очень важно, когда этот поезд будет приезжать, какая ситуация с центральным вокзалом. И не просто построить центральный вокзал, например, вот вопрос этой насыпи, которая разделяет у нас, ну, скажем, Московский Форштадт и Старую Ригу, да, центральный рынок и Старую Ригу, возможность, как ее уберут, насколько, в каких местах, что будет вместо. Это тема Аббик, отдельной передачи, да, это очень интересная тема. Рига до этого не подготовила свои предложения, мы как бы отмахивались. Но этого, скорее всего, не будет, этим путь занимается государство. Вот сейчас Рига подготовила свои предложения, мы говорим о том, что да, для того, чтобы этот проект был интересен для города, нужно еще 111 миллионов. Это, конечно, должны быть европейские деньги. Мы заявляем, я об этом говорил неоднократно, мы готовы софинансировать эту сумму, да, ну, в порядка 15%, как финансируются такие большие европейские проекты, может быть, 20%. А что значит, интересно для Риги, вот чуть-чуть поясните. Ну, первое, берем насыпь. Насыпь должна убираться там, где автовокзал. Да. Лучше, чтобы она была убрана гораздо больше. Тогда, в принципе, мы приближаем, вот район, если мы берем Старую Ригу, район улицы 13 января, там вся Старая Рига немножко такая выглядит запущенная, много пустых домов, развалин, которые владельцы не восстанавливают, потому что весь этот район, он недостаточно развит. Если мы улицу 13 января делаем только две полосы, одну полосу общественного транспорта, а другую для машин, и, в принципе, срывается эта насыпь, тогда легче. Она становится более открытой, легче переходить в сторону центрального рынка, он становится более доступен, и эта вся часть будет больше развиваться. Развивать больше улицы Тургенева и Гоголя, улица Краста. Сделать большую развязку в районе въезда в автовокзал, там абсолютно неудачно, я думаю, что вы это знаете, как автоводители, сделать там хорошую развязку. Сделать все это доступно для велосипедистов, для людей с заграничными возможностями. Это тоже важно со всеми рамками, въездами на новый мост. Это хотя бы только вот этот один участок. Дальше улица Тимотея, где Элизабетас, там, где сейчас Линстон строит новый свой офисный центр. Там площадь 1,6 гектаров, нужно убрать насыпь и сделать там такой, как говорится, мультимодальный транспортный узел. Туда будут приезжать, когда ты приезжаешь с электрички, там же будут автобусы региональные, республиканского значения. Там же должны быть и такси, и места для велосипедов, и места для скутеров. То есть это на самом деле должен быть такой большой транспортный узел. В принципе, если говорить честно, все, что там запланировано, на одном из 6 гектаров, вот этой насыпи, которую планируют убрать, довольно трудно разместить. Нужно еще больше убрать насыпь. Еще больше убирать насыпь, это еще больше дополнительных 40 миллионов. То есть много таких вопросов по всему городу, как улучшить. Например, что сейчас очень жаль, это очень неправильно, в ходе всей реконструкции, строительства нового вокзала не планируется изменить центральную привокзальную площадь. Она такая будет, как есть. Ну и тогда позвольте, вы приедете с этого поезда, выйдете и попадаете опять никуда, потому что общественный транспорт не подходит. Ясно, что там нужно сделать кармашки, все перепроектировать, чтобы туда подходил общественный транспорт. Это сейчас, эта земля не является городской, и в принципе, да, министерство тоже сообщение подтвердило, что они пока эту территорию не планируют. Если мы сейчас в двух словах переезжаем на другой берег, задвину, очень важно, что будет в районе улицы Лепес, там нужен тоже тоннель, потому что там будут большие пробки с увеличением активности железнодорожного движения. Ну и рядом больницы, страдания, скорые помощи не могут стоять, извините, сейчас все время на железнодорожном переезде, поэтому там обязательно нужно делать тоннель. Сейчас обсуждается, какой длины он будет. Ну и последний из главных таких моментов – это мост, соединяющий Золиту-Деимонту, о чем говорилось довольно давно. Но вот это та часть, которая тоже, на которую сейчас в этом проекте, конкретно на железную дорогу «Райл Балтик», денег нет. Поэтому сейчас нам нужно всем скоординировать работу так, чтобы получить максимальное количество денег в следующем периоде на «Райл Балтик», чтобы нам на самом деле не было стыдно за этот проект. Давайте примем звонки. У нас много звонков. Доброе утро. Слушаем вас. Пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. У меня, коллега Бурова, вопрос по поводу соединения между Иммонта и Золитой. Оно будет вообще осуществлено и в какой период? И второй вопрос, такой главный. Может ли он как-то повлиять на Ригас-Наму-Парвелникс, в Зенгольское предместе, которое на Парслов находят, там начальница Галина? Потому что, скажем, очень тяжело идут вопросы по финансам. Деньги от собранной с дома уходят на ремонт лифтов непонятные куда и нет прозрачности. То есть мы запрашиваем расход средств, а они расписываются без каких-то подтверждений практически. То есть ситуация очень критическая. То есть сейчас расследование идет по лифтам, но народ, который там работает, особо не боится. То есть ты не спрашиваешь, а ответ на то он не получаешь. Может он как-то повлиять или нет на это управление? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Значит, Золи Тудеймонта, я уже сказал, это речь идет, это будет не тоннель, это будет, скорее всего, эстакада. Через она однозначно нужна. Там вся городская земля, не нужно ничего откупать. Там все должно быть просто. Очень, да, но в свое время город мог это строить несколько лет тому назад. Город отказался в рамках вот этого перспективного проекта «Арлбалтика». И когда мы сейчас подошли, мы видим, что на это денег нет, поэтому это нужно финансировать самим. Это та из основных вещей, что мы говорим, что тут должны быть европейские деньги. Лига снова порвала в НЕКС. Ну вот вы знаете, если мы говорим о коммерческих предприятиях, все-таки больше всего претензий и жалоб, а это я вижу объективно, потому что как мэр, получая прессу, это по работе нашего столичного домоуправления. Рига снова порвал в НЕКС. И на что жалобы? Жалобы на то, что завышенные цены, непонятные цены на те же лифты, на силтум-сервис, обслуживание теплосетей, приотопление. Ну, лифтами сейчас уже занимается долгая структура. Куст Краемофонд, который формируется, фонд накопления у каждого дома, он тратится часто на аварийные работы, опять цены повышены. И вот заканчивая вот такой вопрос вот об этих сметах в РНП, я хочу сказать, что у нас много лет программа по центре города, мы, ну, не много лет, 4 года, финансируем исторические фасады, приведение в порядок. И там, где обслуживает РНП, никогда жильцы не берут их фирмы, потому что разница чуть ли не в два раза дороже. Результат этого, то, что я в свое время отстранил руководство, когда я стал ответственный за это домоуправление, когда был снят вице-мэр Баранник, я сразу же первое, что делал, отстранил руководство за потерю доверия, на самом деле, я могу сказать, руководство РНП, у меня нет к ним доверия. И то, что сейчас произошло, полиция это подтвердила. Я и тогда заявлял, Абек, что и у вас в студии, что я считаю, что туда должны прийти и помочь нам вот все это разгребать правоохранительные органы. И пришли? Они так и пришли, и я думаю, что это не единственный вопрос, не единственная тема, по которой возникают вопросы. Да, Лифты, было очень много жалоб. То, что мы говорим конкретно про участок Зимгала, спасибо за информацию. Я передам эту информацию, вот буквально выйду из студии, позвоню временному председателю правления РНП, это коллега, с кем я долгие годы работал в департаменте. Господин Саулетис, поможет. Да, Эрне Саулетис, я его в свое время, так скажем, отрекомендовал, чтобы он был временным председателем правления в Риге Сатексме, как топ-менеджер он отработал там. Я знаю, насколько он честный, принципиальный человек. И поэтому, когда здесь освободилось место, я сразу же попросил его перейти сюда. Да, он с другими коллегами, они не являются членами ни одной партии, это не политические ставленники ни одной партии, это профессионалы. Да, они сейчас там работают, приводят от всего в порядок. Очень непросто. Видимо, придется из МГО поработать. Да, многие договора по таким закупкам, они сделаны уже централизованно на несколько лет вперед. И разорвать эти договора тоже непросто. Поэтому тут шаг за шагом. Надо приводить в порядок. Поэтому, если тут полиция помогает, очень хорошо. Последнее, по участкам. Вот что явно было сделано неправильно, это то, что вся власть была концентрирована в руководстве. Вот на улице Чака, вокруг правления. А участки, вот эти вот участки, или это Земгл, или это Курзам, или это Югла, они фактически сидели без каких-то функций. Поэтому, когда вы, рижане, к ним приходили и говорили, вот у меня это, 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 они разводили руки и говорили, что мы это не решаем. Да, ты должен общий принцип утвердить сверху, но у этих людей, вот на этих участках, которые работают с вами, рижане, должна быть абсолютно другая власть. Еще вопрос, так время быстро бежит. Доброе утро, наш радиослушатель пишет, будет ли закончен променад до Дарзани? Велодорожка планировалась. Прямо до Дарзани сделано пока не будет, потому что там много частной земли, владельцы отказываются продавать эту землю, да. Мы не можем в частную землю вкладывать деньги, если мы проводим там, где не частная городская земля, то это сумасшедшее вложение, там нужно очень сильно делать большие вложения в инфраструктуру. Пока будет велодорожка по Красто, да, до Стравного моста, ну, это будем смотреть, да. А если мы говорим о велодорожках, я думаю, что вначале даже будут, когда будет возможность такая, сделаем велодорожку, то, что уже давно обещали, но это были только одни обещания, это из Иммонта-Полдырай. Да, видимо, придется с вами еще раз встречаться, потому что очень много вопросов, и, естественно, путепровод на Саркандаугу, этот виадук. Так, давайте тогда будем, я буду быстро отвечать. Этот путепровод будет уже, есть строитель наконец-то, все должно быть начато, там есть жалобы по технадзору, будем делать все, чтобы он был начат где-то в начале этого лета. У меня на этой неделе совещание со строителями. То есть в этом году начнем? В этом году обязательно, в начале лета этого года, вот от строительного сезона он должен быть использован, он будет начат. Может быть, такой последний вопрос, который сейчас мы успеем обсудить, вкратце буквально, будете ли вы после вот Роспуска Реджеской Думы контактировать как-то с Временной администрацией, ну, пытаться, потому что неважно, на какой должности, но город-то наш один общий, я имею в виду Рига. Естественно, я на этой неделе встречусь с администратором, я расскажу, если будет необходимо, я готов с ним встречаться, здесь никакой нет политики. И, ну, Абек, вы знаете, я тоже в первую очередь хозяйственник, и в данном случае вот эта политика или политиканство, оно абсолютно неуместно в руководстве города. Поэтому, да, я буду встречаться, будем говорить, я буду советовать. Но очень многие проекты, которые пошли сейчас, слава Богу, они уже, их нельзя остановить. Например, тот же Межапарк эстрада, как я обещал до этого, что 18 июня, там, в 11 часов, в этом году эстрада будет закончена. Это будет очередной этап, не последний, но чтобы мог пройти праздник песни школьников, я могу сказать, что, возможно, даже она будет сдана раньше, чем 18 июня. Так что вот эти процессы, очень важно, что они все продолжались. Буквально последний вопрос, но не могу не спросить, вот наши радиослушатели пишут, и много таких вопросов по поводу дополнительных консультаций вот в школах. Ну, в частности, они, помните, такие были о выделении финансирования в связи с реформой. Их фактически не было. Их предложил Нил Ушаков в 18-м году. Когда эта реформа была? Предложил в 18-м году эти деньги, потом сам же их вычеркнул, да. Этой суммы не было. Сейчас мы говорили о том, что я подписал предложение, думаю, надеюсь, что бюджет будет принят вместе с госпожей Алдермана, чтобы с 1 сентября этого года ввести, выделить деньги, 300, по-моему, 80 тысяч, на такие консультации, ну, назовем их факультативы, в школах. Почему с 1 сентября? Чтобы было время, чтобы все это можно было бы, ну, за эти вот месяца осознать, посмотреть все запросы в школах, кому что нужно, и все это строить. Учитывая то, что бюджет не принят, а это новая программа, поэтому я и не мог прописать в своем распоряжении, но деньги физически на это есть. Они были записаны. Это один из тех вопросов. Спасибо, что на самом деле радиослушатель это напомнил. Это один из тех вопросов, которые мы будем обязательно, я буду говорить с администратором на этой неделе, чтобы он это принял, принимая бюджет. Олег Булов у нас был в студии, мэр Риги, большое спасибо.